Футболисты сборной Астраханской области среди инвалидов по слуху сегодня стали чемпионами России. В финале турнира по футзалу была повержена сборная Северной Осетии 6-4. Осетины для астраханцев принципиальные соперники. Именно эти команды третий год подряд встречаются в финале футзального чемпионата. Астраханцы неизменно берут верх в этих встречах. Об особенностях футбола среди инвалидов по слуху расскажет Артем Лепехин. Не слышно даже криков упавшего товарища. Многие игроки финальный матч проводят в абсолютной тишине. Евгений Мегить – защитник астраханцев. За почти 30 лет своей жизни ни разу не слышал звук удара ноги по мячу или криков «Дай пас!». Я привык так играть с самого детства. Это нельзя объяснить. Вот, он пас, всегда успеет. Это тоже кажется необъяснимым. Капитан астраханцев Марат Ширинянц – один из неноги в команде, кто может разговаривать. Слух развит плохо. Преимущество перед теми, кто на поле совсем не слышит, говорить не чувствует. Все на поле равны, все играют одинаково. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Зрители на трибунах обсуждают игровые моменты также с помощью жестов. А разбирать в финале было что. Обеспечив в концу первого тайма преимущество в три мяча, астраханцы позволят играть в свое удовольствие. Вы забьете нам сколько сможете, мы сколько захотим. Едва осетины сокращали разницу в счете, как хозяева поля через пару минут ее снова восстанавливали. Авторитетные зрители матча скажут, слабослышащие не затерялись бы среди игроков с нормальным слухом. Видно, что это хороший футболист, это, допустим, кто-то, в общем-то, обороняется лучше, цепчивый, кто-то еще. И потенциально, потенциально, ты думаешь, вот если бы этот футболист готовился, наверное, он бы мог играть и в большой футбол. А вот такое уважение к сопернику в большом футболе явление редкое. При счете 6-3 за считанные секунды до конца матча вратарь астраханцев Артур Заргарян даст осетинам забить свой четвертый мяч, покинув рамку направиться к своей команде и тренеру, чтобы разделить радость от третьего подряд звания чемпионов страны. Артем Лепехин, Игорь Нефиденко, Роман Черкашин, Центр новостей. Иранский Новый год, Нуврус, отметили школьники Астраханской лингвистической гимназии. Это единственное учебное заведение в России, где в рамках школьной программы...